Выпуск подготовлен при поддержке страйкбольного магазина ТОПГАН. Огромная благодарность информационным партнёрам. Кто снимает? Мы снимаем! Не, 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 не сейчас. Давай, ещё две минуты. Субтитры сделал DimaTorzok А сегодня то с вашим обниматус я представляю Ingram M11, он же МАК-11 от компании АСГ. Итак, что из себя представляет данная модель пистолета-пулиметра? Он, во-первых, копирует полностью целиком и полностью копирует модель реально существующего Ingram M11. Выполнен он полностью из металла, к сожалению, не магнитного. Скорее всего, это какой-то сплав, но сплав очень даже прочный. В руках лежит очень надёжно, крепко, вес 1300 грамм. Из металлических частей, что в нём? Это, конечно же, сам бодик, ствол, петля для ремня. А также данная модель имеет выдвижной приклад. Да, вот в такой малютке, пистолете-пулемётике, есть выдвижной приклад. Ну, куда без него. Для того, чтобы его выдвинуть, нам необходимо, во-первых, раздвинуть сам приклад, для того, чтобы он упирался нам в плечо. Для этого мы сжимаем приклад. Ну, там много особо сил не надо. Вот. И, собственно, у нас вот он приклад. Но это ещё не всё. Если вы позвоните прямо сейчас, а потом нажмёте вот здесь вот кнопку, то его можно выдвинуть. И имеет два фиксированных положения. Для подмышечной стрельбы и для очень подмышечной стрельбы. Но на самом деле, какого чёрта? Нахрена он нам нужен? Мы действуем только по хардкору. Из опции. Что здесь самое вкусное? Ну, разумеется, это подвижный запор. В смысле, система отдачи. Она просто шикарна. Этот пистолет-пулемёт имеет два режима огня. Режим одиночной стрельбы. И, если передвинуть рычажок сюда, режим автоматической стрельбы. Он в смысле, семи-ауто и фул-авто. Как я прочитал в Википедии, реальный его прототип имеет только один режим стрельбы. Фул-ауто. Совершенно забыл вам сказать, что данный агрегат имеет режим предохранителя. Он находится у нас рядом со спусковой скобой. Имеет два режима, то бишь, с предохранителя снято и... На предохранитель поставлено. Если у нас привод стоит на предохранителе, он всё равно стреляет. А, наоборот. Как и у многих, практически у всех газовых оружий, у него и имеется ствольная задержка. А это что обозначает? А это обозначает, что если у вас кончились шары, то затвор останется в крайнем открытом положении. И для того, чтобы его сбросить, достаточно нажать на спусковой крючок. Но сбрасывается он не до конца, до того момента, пока он ударяется там в эту фигню, которая блокирует его, собственно. И... Зарядка газа у нас производится в магазин. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо перевернуть в магазин, взять баллон с газом или с тем, что у нас осталось, поткнуть в дырочку сверху и нажать... Держать, держать, держать! Коми! На выходе данная машинка дает скромные 90 метров в секунду двадцатым шаром. И тем не менее, он является прекрасным вторичным оружием для ведения боя в закрытых пространствах. Почему? Потому что свой магазин в 48 шаров он способен выплюнуть в течение трех секунд. А теперь, детишки, зажмурьте глазки и считайте выстрелы. Да, я совсем забыл. Надо свести в закон. И переключить на автоматическое ведение огня. Погнали! Из недостатков данное оружие, разумеется, имеет и их. В частности, самое первое, это ценовая категория. Конечно же, нам, бедным, несчастным, рабочим, рабочему классу, трудовому классу, который ничем запретным не торгует, купить данную игрушку довольно проблематично. Потому что на рынках ее цена от 9 тысяч вплоть до 12. В зависимости от наглости магазина. Вторым его недостатком является постоянно открытый затвор. Я сейчас вам просто это покажу. Что это значит? А это значит, что затвор, побежь, дырка, куда подаются шары вон там вот внутри, постоянно является открытым. Что чревато попаданием туда грязи, других мелких предметов, которые могут вывести наш привод из строя. Для того, чтобы закрыть затвор, нам необходимо вытащить с магазин и нажать на кнопку спуск. Нам пора пройти на полигон и пошалить! Совсем зубчик остыл. И вновь добро пожаловать на мой импровизированный полигон. За моей спиной находятся уже классические. Несколько воздушных шаров, по которым мы будем стрелять. А стреляем мы сегодня, я напомню, из Ingram M11. Мак-11. Как я уже говорил, на выходе 90 метров в секунду. У меня 0,25 шар. Расстояние разнятся. Начиная от 10 метров, заканчивая 20 метрами. Я напомню, что у нас газовое оружие. В холоде оно действует довольно проблематично. Но сейчас каких-то загвоздок не должно произойти. Давайте просто постреляем. Начну я с одиночного огня и закончим мы, разумеется, автоматическим. Переключаем с предохранителя на режим ведения стрельбы. Взводим затвор и приступаем к стрельбе. И переводим в автоматическую стрельбу. Взводим в автоматическую стрельбу. Взводим в автоматическую стрельбу. Вот и выявилась первая проблема. На расстоянии примерно 20 метров разнос у шаров настолько велик, что попасть в цель довольно проблематично. Единственное, что это слегкой компенсируется скорострельностью данного аппарата. Вы покрываете настолько большую площадь своими выстрелами, что не попасть в цель просто невозможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выявилась вторая проблема На расстоянии 20 метров силы данного аппарата уже не хватает для того, чтобы пробить воздушный шар Возможно, может просто давления не хватает в газовой камере Но проблема остается проблемой Я попал в него раз в 10, наверное В феврал, конечно Но, несмотря на это, шарик был не пробит Поэтому мы решаем эти проблемы немножко иначе Так, господа, делаем выводы М11 Ingram от компании ASG представляет из себя довольно неплохую вторичку Конечно, она слегка тяжеловата, вес 1300 грамм, как я говорил ранее Но она слегка компенсирует это своей бешеной скорострельностью 1200 выстрелов в минуту Покрывает довольно большую площадь на расстоянии где-то 20 метров Упойная сила, конечно, слабая Это ее недостаток Также недостатком можно назвать цену данного аппарата 49 и 13 тысяч Довольно дорого Хотя по нынешним меркам, что может быть? Но для вторички, я думаю, все-таки это слегка дороговато Данная модель на Грингазе Я вычитал, что можно найти модель на CO2 Но я думаю, там, скорее всего, магазины В основе которого баллончик CO2 Честно говоря, я не столь сильно искал Но все-таки не нашел их Но ходит легенда, вроде как они существуют Изъянных преимуществ данного аппарата Выполнен полностью из металла Так что не страшно его уронять Феноменальная скорострельность данного аппарата Выстреливает магазин за считанные 3 секунды Ну, плюс-минус, там, сотые доли Ну, кому это интересно Также хотелось бы заметить В описании данного аппарата указано то, что Он обладает регулированным хупапом Разбирать я его не стал Искать этот хупап не стал Но по внешним признакам Его здесь нет Он, скорее всего, есть, но где-то внутри Что, опять же, является недостатком Потому что вам надо его наверняка разбирать Для того, чтобы его отрегулировать А на этом у меня все Или почти все Не забываем смотреть мои предыдущие видео А также подписываться на канал Ставить пальцы вверх А еще вы можете подписаться на группу ВКонтакте И стать жителем 151-го убежища Наша компания разрастается сейчас Скромный 22 человека Но зато мы в темняшках Ну, я ее дома забыл Всем спасибо и пока!